В минувшие выходные в Доме народного творчества Тувы прошел седьмой республиканский форум отцов, где глава Тувы Шалбан Караул наградил отличившихся мужчин, жителей различных районов и спортсменов республики. Чемпион Европы, победитель первенства мира среди младших и юношей, победитель молодежи, чемпион мира. Ашас стал чемпионом мира. Это мой сын, Монгуч Казик. Амдар Саян. Он, к тому же, является победителем первенства мира. На форуме заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального МВД Мартол Тарначе рассказал о деятельности Совета отцов, созданного при ведомстве. Популяризация службы в органах внутренних дел, возрождение общественного формирования правоохранительной направленности. Мужчины-сотрудники органов внутренних дел принимают активное участие в работе Совета отцов, созданных в дошкольных и образовательных учреждениях. Также Советам у мужчин территориального органа внутренних дел совместно с представителями общественности проводится воспитательная, разноценительная и пропагандистская работа на территории районов городских и сельских поселений. Также среди награжденных старший участковый полномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России Барун Хемчихский Сылгыздангак за образцовую службу и активное участие в общественной жизни полицейский был отмечен особым подарком. Он получил от главы региона ездового коня. Кроме того, на форуме были отмечены те мужчины, которые оказывают огромную поддержку Министерству внутренних дел республики в обеспечении правопорядка на территории Тувы. Так, почетные грамоты ведомства награждены Марат Дагба, председатель совета отцов села Самогалтайты Схемского района, Семен Рубцов, заместитель председателя совета мужчин города Кызыла, Демир Сарыглар, директор КСУ Аксынской школы. Вручая награды, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Тыва Вячеслав Макаров поблагодарил отличившихся за помощь и поддержку, оказываемую ведомству. Крупномасштабная стройка, реконструкция коммунального моста стартовала в столице Тувы. Как отметил глава Тувы Шалбан-Караул, по сути, это строительство нового моста в метре от старого. Проект решает проблему транспортной доступности правобережного микрорайона города, который в связи с динамичным развитием, в том числе и размещением 55-й мотострелковой бригады, в последние два года испытывал большие проблемы. Это пробки при въезде и съезде с моста в утренние и вечерние часы пик. Руководитель дорожного предприятия «Восток» Сергей Уюсов пояснил, что в этом году будет проводиться перенос тепловых сетей, установка русловых опор, отсыпка земляного полотна и проработка документации. В этом году движение по коммунальному мосту перекрываться не будет. В следующем, возможно, движение будет перекрыто на 3-4 дня. Отмечается, что общая стоимость реконструкции моста через реку Енисей составит около 1 миллиарда 260 миллионов рублей. 60 миллионов выделены из республиканского бюджета, а остальные – из федерального. Работы по реконструкции коммунального моста планируют завершить в 2019 году. На этом искусственном сооружении планируется с двух сторон установить тротуары и освещение. Также будут отремонтированы и береговые опоры.